что армения для россии сегодня духовный и душевный друг хорошо а россия украина понимаю вашу боль нету в жизни черновика ну что ж добрый день у меня сегодня совершенно уникальный гость первой жизни я разговариваю с человеком первой встречи с которым для меня в общем то были в восьмидесятых потому что мой дядя сначала учился потом работал в театральном до сих пор работает и у нас дома я всегда видел журнал театр который отличался изысканным дизайном потому что я тогда не очень понимала не очень разбирался что это такое но он был такой советский не советский вот михаил ефимович швыдкой человек который сейчас значит занимает должность художественного руководителя московского театра мюзикла человек который сейчас является спецпредседателем президента российской федерации по международному культурному сотрудничеству и человек который является значит послом по особым поручениям мид россии правильно все ну последний уже нет я сейчас являюсь советником министра иностранных дел но это неважно господин лаврова да у которой тоже есть армянские корни вы знаете слышал об этом я недавно недавно был в ахтале значит там есть храм потрясающий средневековый единственный храм на территории кавказа в котором сохранить средневековые фрески кстати портить их начал тамерлан когда было нашествие и значит в этом храме похоронены двородные братья и сестры лорис миликова который похоронен в тбилиси во дворе армянского храма и значит вот калантаровы калантаряны которые являются родственниками господин лаврова и там священника батюшка со мной как раз о нем долго говорил такой вещей как будто я должен был встретить с лавровым все им передать но вот через вас передам как раз но согласитесь михаил ефимович что какими бы должности вы не занимали сейчас в любом случае шлейф министра культуры за вами в общем-то на всю жизнь поэтому я эти шлейфы это данность разный нет наверное я не думаю что за мной шлейф такой уж тянется дело в том что это связано просто с телевидением я думаю потому что моя так условно известность но условно это там связано с тем что у меня был несколько программ телевизионных довольно актуальных культурная революция не сначала антре культурная революция жизнь прекрасна они были пользуясь успехом и как министр культуры поскольку министерство культуры был не богатым заведением надо было чем-то брать как бы общество да и тогда вот случилась культурная революция это помогло но действительно многие иногда на это министр культуры до сих пор это эти газеты это неправильно совершенно уже нет но я хочу чтобы мы с вами сегодня поговорили о культуре мы поговорим о культуре но я еще раз повторю значит когда один мой товарищ покойные уже все покойные к сожалению в 1965 году решил жениться на дочери никита сергеевича хрущева и привел ее к своим родителям папа отвел его на кухню и сказал игорь ты что полтора года не читал газет уже все да 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 но но любовь да 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 поэтому я готов я готов отвечать за культуру однажды я просмотрел много ваших значит интервью и вы как-то заметили что вы не философ в общем-то по жизни вот но и тем не менее вы на человек который любит думать размышлять и у которого есть свое собственное мнение я хочу спросить у вас что по вашему мнению такой культура когда она родилась вообще ну все известно на самом деле все написано во всех учебниках и даже википедии все известно что начали говорить о том что началось все с агрокультуры потом это древнем риме приобрело уже более специализированное выражение но слово в общем культура по-настоящему как такой феномен хоть сказать в русском языке он появился только в конце 16 века а когда этого говорили а когда этого говорили не было понятия вообще такого но не было действительно был по-другому как бы определяли его но в таком современном смысле слова она появилась довольно поздно в русском языке в немецком языке появилось тоже существует слово культура как культура то То есть, вид деятельности, который и так далее. Но, знаете, я думаю, что точнее всего это слово определил, с моей точки зрения, Юрий Михайлович Лотман. Известный философ, ученый, семиотик. Который сказал, что культура это тот объем информации, который передается от поколения к поколению негенетическим путем. Что это негенетический путь передать объем информации. Нрава, обычаи. Традиции. На самом деле, культура это то, что идентифицирует этнос в истории. Мы армяне, мы сохраняемся в истории, потому что мы обладаем языком, обычным. Неким культурным кодом. Я думаю, что это очень важно на самом деле. Потому что сегодня, если мы посмотрим на Европу, армии нет, валют, национальные армии есть, но они не играют роли, которую они играли прежде. Валюты нет, валюты общие. Политические решения во многом принимаются из Брюсселя. Но культурная идентичность... Да, английская культура это не французская и немецкая. Не немецкая и не венгерская. Я думаю, что именно это наиболее важно сегодня. Другой вопрос, что культура очень многообразна. Мы иногда считаем, что культура это только художественная культура. Да и в художественной культуре очень много уровней. Потому что есть популярная культура, современная культура, античная культура. Но культура это значительно шире. Это культура вообще жизнедеятельности любой. Культура юстиции, культура военного дела, культура... Культура принятия пищи, ну и так далее. Что хотели? Ну, тогда давайте опять издалека. Когда персы сжигали Афины, у них же была культура. Когда Александр Македонский сжег Персиполис, он тоже, в общем-то, был представителем культурного народа. Хотя греки считали, что македонцы варвары и дикари. Когда немцы сжигали евреев, они тоже говорили, что у них есть культура. Когда младотурки, в общем-то, совершали геннадзиад армянского народа, они тоже говорили о культуре. И, в общем-то, говорят до сих пор. Россия культурная страна, гражданская война. Как же одно сочетается с другим? Ну, я думаю, что это один из таких самых... Одна из самых серьезных вообще проблем. Потому что культура, на самом деле, одного народа не защищает другие народы, скажем так. Потому что... То есть культура не гуманна или она не обязательно должна быть гуманна? Культура, понимаете, с одной стороны, культурный код включает в себя гуманизм. Должен включать. Потому что в природе человека, вообще любого человека, заложен альтруизм. Он не зависит ни от вероисповедания, ни от нации. Альтруизм... Нам, армянам, это сложно с такими соседями, конечно, согласиться с этим. Все равно, тем не менее, при всех жестокостях этого мира, и при том, что происходило в 15-м году и прошлого века, при том, что происходило в Германии, тем не менее, красота вообще мир не спасет. Достоевский был неправ. Он не спасет. Это не Достоевский, это вообще князь Мышкин сказал. А он был человеком экзальтированным, как известно. Это совсем другое. Вот этот вопрос один из самых существенных вопросов, на самом деле. Потому что как бы культура предполагает уважение к другому, но выясняется, что это не всегда происходит. Это не произошло с немецким народом, скажем. Отношение к другому. К иному. А? К иному. К иному, к непохожему на тебя, к человеку, которым ты, может быть, живешь бок о бок, там, и так далее. Культура от этого, на самом деле, не спасает. И это одна из колоссальных проблем. Знаете, Теодор Адорна, один из таких выдающихся представителей франкфуртской школы, сказал, что после Освенцима невозможно писать стихи, на что другой, в высшей степени умной, трагической жизни человек, который сам прошел через Освенцима, такой великий итальянский писатель, который написал первый свой роман, и этот человек назывался роман, Прима Леви, он сказал, нет, после Освенцима можно писать стихи, но только об Освенциме. Но дело в том, что и это не так. Потому что стихи писали и в Освенциме. И это, повторяю, колоссальная загадка вообще человеческой природы. — И зачем нам нужно вот это вот? Культура — это что? Это тяга к прекрасному? Это тяга к тому? — Культура — это система табу. Вот в этом смысле культура отличается очень от искусства. Потому что культура — это система запретов. Вот этого нельзя делать. Этого нельзя делать потому-то, потому-то, потому-то. — То есть все, что сейчас происходит в Афганистане, стран Талибана, это культура. Потому что это система табу. Ну, любая религия содержит вообще систему табу, систему запретов. В иудаизме, по-моему, 634, если не ошибаюсь. В христианстве их тоже предостаточно. В исламе 88, мне кажется. А в христианстве 10 запретов, 10 заповедей. Есть вещи, которые делать нельзя. Вот это то, что предохраняет, в принципе, от катастрофы, на самом деле. И в данном случае... Скажите, от катастрофы, например, евреев предохраняет иудаизм, но евреев от катастрофы это не спасло. Ну, видите, я еще раз хочу сказать. Мир несовершенен. Потому что мы несовершенны? Потому что человек несовершенен. Вообще, это большая иллюзия, что человек совершенен. И, понимаете, если в какой-то момент вдруг рождается идея об уничтожении другого народа, просто потому что эти люди принадлежат другому народу, как это было с Холокостом, или как это было с цыганами, скажем, да? Которых тоже уничтожили. С геннадцатом армян. Ну, понимаете, я просто тут понимаю вашу боль. Я ничего не хочу тут в данном случае не умолять, не переводить это на другое, в другое русло. Но, к сожалению, война, с одной стороны, рождает чувства иногда высоко героические, а с другой стороны, она рождает бездну низменных... Да, человеческих страстей. И ничего с этим вы не сделаете. Абсолютно с вами согласен. Я не хочу в ней... И это любая война, поверьте мне. Это любая война. Она рождает героев и рождает мерзавцев. Ну, ничего с этим не сделаешь. Другой вопрос. За что? За что ты борешься? Что ты отстаиваешь? Какие ты для себя ценности принимаешь? Но, знаете, я должен вам сказать, что я много занимался Германией, так случилось в моей жизни. И ответы на вопрос немцы для себя, на самом деле, не дали до сих пор. Ну, по крайней мере, они покаялись. Они покаялись. Да, в отличие от турков, которые не покаялись. Ну, я еще раз хочу сказать. Ну, поймите меня. Вы меня... Давайте, давайте. Все время вовлекаете в некую... Вы хотите, чтобы я стал вашим... Нет, абсолютно. ...единомышленником. Но вы знаете, что у России в этом смысле отношение к геноциду... Россия приняла геноцид, да. Приняла геноцид, поэтому тут я не буду с вами спорить. Михаил Ефимович, однажды в одном из своих интервью сказали, мы не руководим культурой, мы стараемся обеспечить граждан минимальной культурой. Вот что это значит? И что такое минимальная культура для гражданина? Вот для гражданина Армении, гражданина России, гражданина Франции. Это разные вещи. Я объясню, в общем, дело. Эта фраза была сказана в моей такой большой дискуссии с Министерством экономики. Потому что я считал, что в потребительскую корзину надо внести некоторые элементы, связанные с тем, что у людей есть культурные потребности. Что они тоже являются минимальными. Они есть? Я думаю, что да. Потому что это же по-разному проявляется. Кому-то нужно пойти в Большой театр, кто-то хочет пойти на хоккей, третий хочет пойти на... Хоккей это тоже культура? Ну, в каком-то смысле. Физическая. Да, да. Кто-то хочет пойти в галерею и смотреть Сарьяна, кто-то хочет купить книжку Туманяна или Гранта Матвасяна. Это у каждого свои потребности. Но они существуют. Дело в том, что... Ну, я бы... Понимаете, в чем дело? Я бы не возлагал на культуру вообще все обязанности, которые должны нести и социум еще. Вот у нас сейчас такой хороший в этом смысле пример. Мне интересно, как он будет работать. У нас молодым людям от 14 до 22 лет, или, может быть, чуть старше, я боюсь ошибиться, сейчас предоставляют пушкинскую карту. То есть карту, которая позволяет им приобрести, вот на деньги, которые на эту карту положены, билет на выставку, филармонию или в театр. Это в любой точке России? В любой точке России, да. Мне просто интересно, как это будет работать, на что будут покупать. Вот что очень интересно. На что будут покупать и куда будут ходить больше всего. Куда будут ходить молодежь. Статистика вытаскивает. Потому что, в принципе, ну... Сегодня культура очень многообразная. Понимаете, вот мы с вами разговариваем на языке, который, скажем, для радио нормален, а для, скажем, молодежи, которые занимаются какими-то другими коммуникацией, они совершенно по-другому общаются. Для них немножко может быть сложен. Мне мой коллега, один директор Генеральной почты России, сказал, что сейчас молодежь иногда переписывается одним словом. Вот они одно слово отправляют в СМС. Одно слово. Так и слово это еще хорошо. Можешь же как-нибудь эмоции отправить. Или что-то такое, да. Лайки. Но я сейчас говорю только для того, что... Ну, понимаете, я считаю, что все начинается в садике, в детском, вообще все начинается дома. В семье. Да, в семье, когда ребенок маленький, когда его надо приучать, не то что приучать, но вообще... Вот давайте об этом поподробнее. Входить в какой-то мир. Классическая музыка, неореализм итальянский. Что, как? Или это сказки народные? Что? Ну, знаете, есть одна... Причем, знаете, когда я тут читал такой один сборник, в котором было множество тестов, где было написано... Там вопрос. Если мама будет слушать симфоническую музыку, там, Моцарта, будет она будущая мама, это отразится на ее ребенке? Выясняется, что нет. Хотя я в этом далеко не уверен. Но я уверен в другом. Если родители будут читать с детьми книжки вместе, то для ребенка это очень важно. Вообще, все, что... Понимаете, ребенок следует тому, что интересно родителям. То, что он видит, да. То, что он видит. И если родители с ним вступают в какие-то отношения, читая книжки, вместе ходя на выставки, отправляясь с ними, не знаю, на футбол, на бокс, неважно, он начинает все-таки совершенно по-другому воспринимать мир. Это важно. Потому что самая большая проблема сегодня, с моей точки зрения, мы так построены системой и культуры, и образования, что дети очень стремятся к упрощению. Дети или взрослые? Все. К упрощению. К упрощению. А поскольку у них такое простое восприятие мира, у них ощущение, что можно попросту решить самые сложные вопросы. И так не бывает. Сложные вопросы решаются сложно. А вот это вот упрощение, оно достаточно опасно. Вы же сейчас преподаете? Я преподаю. Вы преподаете. И вы всегда в своих интервью, печатных и непечатных, во время своих эфиров говорили, что на самом деле вы ничего нового этих людей научить не можете. У них гораздо больше шансов научить вас, что у них есть больше возможностей чему-то научиться, у них больше времени чему-то научиться. А зачем вы преподаете? Что вы им несете и что вы им даете? Вектор, направление, импульс. Что это? Вы знаете, я им... Ну, у меня разные курсы есть. Дело в том, что... Когда я им рассказываю о том, что такое менеджмент, управление в области культуры, я им вообще рассказываю про жизнь. Даже когда я рассказываю про историю театра, я им не рассказываю, я им не пересказываю пьесы. Я рассказываю о жизни, из которой эти пьесы или произведения искусства родились. Потому что одна из таких проблем, как мне кажется, у ребят много знаний и нет общей картины, которая должна сложиться. То есть пазл не сложился? Пазл не складывается. Я им просто рассказываю, пытаюсь, чтобы они понимали контексты, в которых все это рождается. Понимали процесс течения времени. Я считаю, вот это достаточно важно для них. Потому что просто получить знания, когда кто умер, когда кто родился, это нажал кнопку, и правдиво-неправдиво, но в интернете можно найти... Сейчас нажал, а скоро, наверное, просто можно подумать, а потом я ответ сразу же. Я их учу как бы размышлять над фактами. Вот я показываю, как можно так препарировать факт. Можно так препарировать факт. Что может с этим произойти? Ну и кроме того, ну, как бы вам сказать, я все-таки вот 21 сентября Армения будет отмечать 36 лет независимости. Да, у нас тоже все-таки в России уже 30 лет в стране. Кстати, я подумал о том, что все государства бывшей страны СНГ или СССР, скажем так, отмечают День независимости, а в России есть День России, да? Потому что Россия же... Он назывался, он назывался тоже День независимости России, и потом его транспонировали... Потом поняли, что какая независимость. Независимость от кого? Да, это вопрос очень такой для России. Я вам объясню, в чем дело. Для нас тоже, на самом деле, потому что не совсем понятно, как мы получили эту независимость, свалилась она на нас. Я вам сейчас объясню, в чем разница между Российской Федерацией и другими постсоветскими государствами. Дело в том, что по существу, ну, у многих стран, новых стран, это была, все-таки, новая государственность достаточно. Которая, да, ну, новая. Средняя Азия. Она была новая для Украины. Для Белоруссии. Она была новая для Белоруссии. Она была новая для Центральноазиатских республик в тех границах... Мы на Кавказе тоже. Семь веков у нас не было государства. Те границы, которые они сложились в советское время. И вот эта новая государственность была еще пронизана такой очень острой национальной идеей. Потому что по существу все постсоветские государства строили национальные государства. В случае Армении, может быть, даже и мононациональные государства. Ну, в нашем, да, мононациональном. 98, в смысле, да. И 5, 10%. Поэтому эта идея была, как бы сказать, она была очень энергоспособной. Понятно, получилось, не получилось, получилось хуже, получилось лучше. Это уже другой вопрос. Но сама идея национального государства, она очень грела душу всем. В России совершенно другая история. Вы стали независимыми, как вы считали, от митрополии, да? От империи, да. От империи. Все в Москве там решалось и прочее. А мы... У нас было ощущение, что мы потеряли... Потеряли. Огромные территории, которые были частью Российской империи. А потом были частью, значит, советского государства. Мы потеряли. И, кроме того, мы потеряли, и это довольно важная тоже тема, мы все-таки потеряли за пределами России 26 миллионов человек. Да, да. Миллион России. Русских. Оказалось русских. 26 миллионов русскоязычных, русских. И это тоже оказалось... Русскоязычных больше. Русских. Русских, да. Это оказалось очень серьезным фактором внутренней политики. Потому что вот это... Мы оказались, в общем, неспособными принять этих людей. Хотя многие из них искали убежище. Да. И долго... И долго... Это был долгий, очень длительный процесс, пока у государства не появилась такая серьезная программа по приему соотечественников. И это случилось только уже в 21 веке. Потому что Россия занималась собственными проблемами внутренними. Вообще об этом тогда никто не думал. И это тоже серьезная тема, потому что никто не оговорил права русских, которые остаются за пределами. Ну, например, я вам скажу так. Если бы, скажем, нерусские депутаты в Латвийском Верховном Совете, то процесс бы по-другому шел. Потому что русские депутаты поддержали независимость Латвии. Очень серьезно. Их было довольно много. И, ну, там, половина. Это все были очень сложные процессы. И Россия вот чувствовала себя в каком-то смысле ущемленной. И, кроме того, вот, как ни странно, у нас появился первый раз в истории нашей в России на 90-е, там, начало 92-го года жило больше 80% русских людей. Вот 80% русских, это было... У нас такого никогда не было. — Никогда не было. — И, тем не менее, речь шла не о русском государстве, все-таки о российском, потому что у нас значительный процент тюркоязычного населения, ну, монголоязычного меньше. — Татары и, в общем-то, татары, мошкиры и так далее. — Финоугорская группа представлена. — Ну, нет, ну, много всего. Есть Северный Кавказ. Я сейчас беру не конфессиональный разрез, а именно этнический, да? Ну, когда в стране, там, 160 этносов, то это невозможно строить национальные государства в простом смысле. Поэтому вот это слово «россияне», которые иногда иронически, так сказать, говорят, имитируя фразу Ельцина, интонацию Ельцина, но именно россияне. И вот эта Российская Федерация «Россия», «Русские» или «Россияне». Кстати, сказать, сегодня вопрос о возвращении, например, в паспорт графа «Национальность России» — Стоит? — Он существует. — Нет, ну, время от времени его пытаются поднимать, но не русские. — А, не русские. — А русским это не нужно? — Русским это не нужно. Не русские хотят, чтобы... Кстати, так же было в Советском Союзе. Очень многие хотели, чтобы графа «Национальность» сохранялась, это, ну, всегда считалось, что вот там, это пятый пункт. — Да, да, да. — Ущемление. — Еврейская проблема. Но на самом деле очень многие национальности хотели чувствовать себя там, татарами, башкирами, удмуртами, чувашами. И, как мне там одна милая дама сказала про одного человека, он хороший человек, он настоящий чуваш. Вот, понимаете, да? Вот это звучит... И я вам скажу так. Когда рушатся большие идеологические конструкции, какой был Советский Союз, когда рушатся вот эта идея там всеобщего равенства, интернациональной справедливости и прочего-прочего, когда эта идеология рухнула и ушла в небытие, то нам надо было за что-то держаться. И поэтому они стали держаться за кровь или за конфессию. Это понятно абсолютно. Это как якорь. Это нужно было каким-то образом держаться в мире. Поэтому это вообще непростая история, которая, по-моему, еще не закончилась даже. Конечно, не закончилась. Не потому, что Моисеев водил 40 лет. Для того, чтобы поколение ушло. Да, нет. Она еще не закончилась. То есть еще 10 лет. Формирование вообще такого многосоставного государства, как Российская Федерация, это непростая история. А вот как вы считаете, может ли Россия в один прекрасный день проснуться, и вот так же, чтобы было, как в Соединенных Штатах Америки, когда говорят, американцы, и, в общем, говорят, там, ирландские корни, норвежские корни, индейцы. Я вам хочу так сказать. В Америке тоже, в общем, изменилась национальная политика, серьезная. Национальная или расовая? Ну, как хотите называть. Хотите, думаю, что национальная даже. Все-таки, потому что испаноязычные, потому что... Ну, испаноязычные примкнули чернокожие. Ориентал Американ, которые не примкнули, но тем не менее существуют. Итальянцы. Дело в том, что в Америке вот в 19 веке, особенно в 20-м, работала теория плавильного котла. Да. Мы приезжаем в Америку, мы все американцы, мы делимся на Штаты и так далее. Была идея, кстати сказать, она и в советское время бродила, но не реализована была, в постсоветское время бродила, вообще отменить национально-территориальное деление, потому что национально-территориальное деление, ну, привели к распаду огромной империи. Так вот, в Америке была теория плавильного котла. Мы все американцы, мы переплавлены, мы... Да, у нас есть ирландские корни, а там есть еврейские корни, есть русские корни. Не играет никакой роли, а мы англоязычные. Мы американцы. Американский флаг вывешиваем и вперед. Но стало ясно, что это не очень работает, особенно, когда началась досегрегация в середине 60-х годов, то ясно стало, что появился, в общем, достаточно... Он всегда был такой афроамериканский национализм определенный. Он был всегда... Они были черными рабами были привезены в Америку, и, конечно... Рано или поздно это взорвалось, да? Но когда началась досегрегация, то вы помните, как полыхало... Да, конечно. ...в Америке, и это... Сегодня мы имеем то, что мы имеем. И полыхает до сих пор. И полыхает до сих пор. Они как бы выдвинули такую концепцию салатницы. Что это не плавильный котел, а салатницы. А салатницы. Разрезали. Нарезали, но каждый кусочек отдельно, тем не менее, все это в одном как бы варили. Но для салата нужен соус. Да. Но сегодня это получается все сложнее и сложнее. И, как мне кажется, и там, скажем, совсем недавно с одной стороны снесли памятник гранту, там, скажем, да. Генералу Ли, Колумбу убирают. Да, да, да. А с другой стороны, там, во Франции, в Пантеоне хоронят, перезахаранивают Джозефину Беккеру. Понимаете, когда была чернокожая танцовщина, уехавшая из Америки. Туда. Да, туда. В свое время, в начале... Первая чернокожая танцовщица Кабара. Да, да. Понимаете, вот вам история. Поэтому, как ни странно, это все как-то вдруг вспыхивает неожиданно и поворачивается довольно сложными такими гранями. Ну, вот как раз возвращаясь к тому, с чего мы начали. То есть, культура тут помогает или она наоборот? И может ли она что-нибудь изменить в этом страшном бушующем мире? Хороший вопрос. Понимаете, дело в том, что есть все-таки разница между культурой, моралью, нравственностью и законом. Закон поможет в большей степени сегодня. Чем культура? Чем культура. Потому что, вот, несмотря на то, что закон это минимальная норма поведения в обществе. Минимальная норма культурного поведения в обществе. Минимальная. Когда я говорил о минимальной культуре, надо быть хотя бы вот это. Потому что соблюдение закона гарантирует безопасность другого. Во всяком случае. Да? Ты можешь меня не любить, но ты можешь... Но стрелять ты в меня не имеешь права. Да, да. Ты можешь даже ругать меня. Знаете, когда Фрейд сказал, что когда в ответ на брошенный камень человек, которого бросали камень, обматерил того, кто бросал, это был огромный шаг на встречу с цивилизацией. Вместо того, чтобы поднять камень, бросить камень обратно. Бросить камень обратно. Поэтому вот это нам... Понимаете, это нам... Мы не говорим о любви сегодня. Да, да. Абсолютно. Мы говорим... К сожалению, мы не говорим о любви, а мы говорим о том, чтобы, да, нужны какие-то минимальные меры предосторожности по отношению друг к другу. Минимальные гарантии безопасности другого. Я не знаю, знаете ли вы, но вот буквально в 500 метрах вот в ту сторону в Ереване находится площадь Сахарова. Человек, которого вы глубоко уважаете. И тут тоже, да, когнитивный диссонанс. Человек, который один из создателей водородной бомбы, совершенно точно понимая, зачем она была создана, в дальнейшем стал диссидентом, в дальнейшем стал, значит, человеком, который боролся за права людей в Советском Союзе, когда об этом вообще никто ничего не говорил. Человек, который первым громко высказался против захвата спецназом советским дворца в Кабуле и так далее. Вот как это происходит? Что происходило? Вы, наверное, задумывались об этом неоднократно. Как человек, который придумал водородную бомбу, мог... Или зачем он это сделал? Это очень трудный вопрос. Знаете, я несколько раз встречался с Андреем Дмитриевичем. Так вышло. А вы об этом говорили с ним? Да, потому что... Я не позволял себе этих вопросов. Потому что самое смешное, что после возвращения из Горького и ссылки. Да, и ссылки. Шестилетний. Первую публичную такую публикацию официальную, ну, подцензурную, он напечатал в журнале театр. Да вот это я не знал. Да, это довольно забавная история. А про что была статья? Тогда спектакль в театре юного зрителя «Собачье сердце» по Булгаку. По Булгаку. И поскольку это был спектакль о ученом, который пытается изменить мир, то мы стали долго ломать голову, кто это может сделать. И Сергей Абрамов, наш тогда замглавного редактора, он сказал, давайте докажем Сахарова. Ну, и доказали. Он написал, и потом я ему отвозил, я взял своего сына, младшего, и сказал, «Саня, ты запомни на всю жизнь, куда мы едем». Я ему отвозил экземпляры, авторские журналы. Да, журналы. Я к нему приехал, мы там какое-то время общались, потом еще несколько раз встречались, но я эту тему никогда не затрагивал его. Понимаете, в чем дело? Вот, скажем, Розерфорд, который был главой Ковендерской лаборатории, он честно сказал, мы занимались проблемой атома, но не знаю, зачем. Но не придумали атомный вулк, не изобретали атомный вулк. Мы не знали, как это будет там развиваться в истории. Как это будет использоваться. Мы просто этого не знали. А вот уже, скажем, Оппенгеймер знал, а уже Курчатов знал, а уже Сахаров это понимал прекрасно. У него были некоторые идеи невероятные по возможности уничтожить по разрушительной силе. Понимаете? Просто уничтожить все. Стереть лица за Америку, это все как бы моделировалось во всяком случае. Вы знаете, мне трудно сказать, что происходит, но вот когда ты там вспоминаешь, что потом происходило и с Эйнштейном, и с Эппенгеймером, со всеми этими гениями, которые невольно или вольно создавали подобного рода вещи, ну, человек вообще совесть мучает людей на самом деле. Но я думаю, что не только, это очень длинный, это очень сложный всегда процесс, потому что, понимаете, вот там, скажем, путь Солженицына, он понятный, а вот путь Сахарова, это менее понятный. Одна из загадок таких, да, очень серьезных, конечно. Ну, потому что Солженицын был гуманитарием изначально, наверное. Нет, дело не в этом, он просто попал в лагерь, он, скажем, прошел войну, попал в лагерь, потом в нем проснулось то, что в нем проснулось по-настоящему. В том, что он дремал, да. Да, да. Но это была судьба, которая была связана... То есть привела его к этому. С его собственной личной бедной. Тут же обласканный, любимый, лауреат всех на свете премий, и так далее, и этот поворот был, с моей точки зрения, ну, он был гением. Конечно. А что происходит в голове у гения, да, да. Вы тоже однажды сказали, не про ученых, правда, а про гениальных художников и писателей, что, всегда... Что-то у них там, наверное. Я сейчас, буквально это было в субботу, 11 сентября, помимо того, что это трагедия в Америке, это еще Международный день когнитивной науки. И вот я встречался в этот день с нашими людьми, которые занимаются, с учеными, которые занимаются проблемой мозга и сознания. Там такое количество загадок, там такое... Там больше непонятного, чем понятно. Конечно. Потому что, как сказал Константин Владимирович Анохин, человек, который сейчас совершенно по-новому подходит к изучению мозга, он сказал, что мы еще живем в докоперниковскую эпоху. Вот с точки зрения понимания мозга мы и сознания, мы живем в докоперниковскую эпоху. Мы не знаем. И, ну, судите сами, в мозгу человека 100 миллиардов нейронов, которые вступают в постоянные связи, которые постоянно активизируются. И, как говорят специалисты, количество связей, в которые вступают эти 100 миллиардов нейронов, больше, чем частиц во Вселенной. Я слушал тоже черниговскую эпоху. Пойдите, рассудите. Ну, и вот самое-то страшное, что вместо того, чтобы изучать себя, мы изучаем космос, мы воюем, мы ныряем в марианские падины, мы пытаемся что-то друг у друга отобрать, доказать, что у кого-то кожа белее, у кого-то чернее, а при этом, в общем-то, себя мы не изучили. Мы плохо знаем себя очень. Конечно. Совершенно я не знаю. Поэтому, когда вы говорите, почему так случилось там в Германии, ответа нет. Объяснений нет. Потому что, я могу вам дать марксистское объяснение, Оно будет недостаточное. В принципе, марксистское объяснение можно понять, почему там отбирали еврейское имущество, но почему потом сжигали в газовых камерах, невозможно. Совершенно непонятно, да. Почему их там выгоняли из страны, да? Еще одна ваша... Извините, что я так говорю, я это сказал, сам ужаснулся. Конечно. Потому что я сказал, потому что и это непонятно. Но с точки зрения марксистской социологии... Все понятно. Ну, нищие... Ну, по крайней мере, расписано. Понятно, расписано. Ну, а дальше-то следующий шаг. Нет, что происходит в голове у этих людей, конечно, это совершенно не... Да. Или что происходило, точнее, что происходит сейчас в голове людей, которые разрушают, я не знаю, там, арку Пальмиры. Или буддийских... Буддийских... Понимаете, это тоже колоссальная проблема. Скультура Буды в Афганистане. Мы с Михаилом Борисовичем Петровским написали личное письмо. Мы не признаем, как вы знаете, правительство Афганистана, Российская Федерация, не признали еще. И по-прежнему Талибан в России запрещена террористическая организация. Но мы в личном качестве написали письмо Бородару. Да. С Петровским о том, что вообще мы как бы просим обратить внимание на сохранение культурных ценностей, которые принадлежат не только афганскому народу и не только исламу. Вот как раз я об этом хотел сказать. Совершенно непонятно, как они на него отреагируют и отреагируют ли. Ну, посмотрим. Я думаю, что могут говорить, что... Ну, без комментариев. В данном случае... Да. Давайте тогда продолжим эту тему или эту историю. Существует культура, скажем так, армянская культура, русская культура, вьетнамская, но существует общая мировая культура. Например, мы говорим о том, что Лев Толстой и Чехов и Станиславский это, в общем-то, уже мировая культура. Ну, да. Это всего лишь слова или это действительно какой-то другой уровень, другой лейвл? Я не помню, кто сказал, но кто-то из очень умных людей сказал, что нации общаются вершинами. То есть, нации общаются высшими достижениями своего творчества, своей мысли, своей истории. И, конечно, нации общаются вершинами, потому что там... И вот эти гении, они уже в этой высшей касте? Они в высшей касте, и они создают, собственно, мировую культуру. Но не только гении, но и памятники, условно говоря, и не только памятники, но и места заповедные. Они все. Ишмиадзин. Да. Это уже часть... Общечеловеческой культуры. Понятно, что это священное место для всех армян, поскольку католикоз всех армян это, так сказать, место, но так же, как, не знаю, Красная площадь московская или там Вестминстер. Домский собор. Да. Ну, что угодно называйте. Поэтому есть вещи, которые лежат в мировой истории. Не случайно там ЮНЕСКО заносит списки теней или иные памятники культуры, считая, что более того, она выводит... Это колоссальная проблема тоже. Она выводит... Некоторые. Из этого списка. Из-за того, что они там перестраиваются или нарушаются их контекст, в котором они существуют и так далее. Но, конечно, мировая культура складывается из высших достижений всех народов. И культур. И это то, что понятно всем. И что необходимо всем. Понимаете? Я-то понимаю. Понимают ли талибы это сегодня в Афганистане? И понимали ли это азербайджанцы, которые уничтожали армянские хачкары? Вот еще вопрос. Я не хочу играть в одну сторону, потому что нас же слушают в Азербайджане тоже. Однозначно. Я думаю, что это интервью тоже будут слушать. Нас же слушают в Азербайджане тоже. Вы поймите, у меня невестка, она наполовину армянка, наполовину азербайджанка. Поэтому я в данном случае всегда сторонник такого взвешенного подхода. Потому что, если мы посмотрим, что происходило во время Первой войны, в начале 90-х, происходили разные вещи. И я помню, как памятники некоторые мы вывозили через Грузию, вымогали, так сказать, из Карабаха. Понимаете? Так что всякое было в этой жизни. Я не хочу тут, чтобы мы... Вопрос в том, что уничтожение памятника, не важно, кто это делает. Не важно, кто это делает. Другое дело, что сейчас... Сейчас просто, ну, к сожалению, опять случилась война, погибли молодые люди. Это самая большая потеря. Потому что я всегда говорил одно, что человеческая жизнь выше любого культурного достояния. Понимаете? Это трагедия всегда для народа. Но понятно совершенно, что сегодня во время войны всегда надо думать о том, что будет после войны. И сегодня... Я же помню о настроении в Армении в середине 90-х. Вы были победителями. Конечно. Вы были победителями. Мы были победителями еще 26 сентября прошлого года. Да. Вы были победителями. Понимаете? И вы вели диалог с позицией победителя. Весь вопрос в том, что когда мы говорим о том, что... Когда вы сказали о том, что надо думать о том, что будет после войны, если в Европе немцы и французы, которые всю историю воевали друг с другом, начиная с Карла Великого и до самых последних мировых войн, то сегодня они нормально живут и здравствуют, и общаются. А нам достаточно сложно это сделать. И... Это что? Это разность культурных кодов? Это разность ментальности? Это время? Ну, что значит трудно? Ну, невозможно сегодня. Ну, сегодня, да. Потому что сегодня незаживающие раны войны... То есть нам нужно, чтобы прошло сколько? Вы как человек, который был погружен во французскую, в немецкую культуру, сколько времени понадобилось французам и немцам, чтобы... Ну, понимаете, Аденауэр и Деголь... Как в том анекдоте все могло быть гораздо хуже. Аденауэр и Деголь, они заняли определенную позицию. И это была политика. Это была политика очень мощная, в которую вкладывались деньги. Другое дело, что это все было еще связано с планом Маршала. Тут же были американцы и так далее, и так далее. Тут много чего было, да? Много чего сложилось. Поэтому страны начали жить лучше, 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 лучше. Лучше наступили другие совершенно, другая система отношений. Хорошо, тогда... Если сегодня на... В этом сегодня трагически таком месте Кавказа начнется какое-то развитие экономическое, начнут общаться люди, начнут появиться... Я понимаю, что это слова такие сложные, но это нужно время. Хорошо, а Россия и Украина? Тоже, если на уровне лидеров все будет в порядке? Как вы считаете? А вы знаете, я вам скажу так. У нас же нет... Вы поймите, ну... Я говорю, это как человек, у которого... Ну... И вы сегодня не можете поехать... Я не могу поехать туда, там... Кстати, в Украину или на Украину все-таки? Я... Вы знаете, вот это... Вот вы как говорите всегда? Это русская норма на Украину, а если мы говорим в республике Украина... А, тогда... Ведь это же вопрос такой, если в республике, то... Тогда правильно. Тогда это в республике Украина, если на Украине это... Для украинцев я понимаю, в чем проблема. Потому что Украина, окраина... Да, да. И это им кажется, так сказать, оскорбительным для самостоятельной страны. Это лингвистические все фокусы, которые можно прожить. Нету... Как бы вам сказать? Мы же... У нас нет антагонизма внутри России к украинцам. А у Украины есть антагонизм? Я думаю, что да. Сейчас, сегодня есть. Мне кажется, что есть. Потому что... Ну, это связано с восточной... Понятно. Восточной украинской... Восточной украинской... Донецк, Луганск, Крым. Понятно. Донецк, Луганск это есть. Это, ну, никуда не денется. И пока это никак как-то не урегулируется. Знаете, я вам скажу. Я не хочу подробнее. Это слишком болезненная тема. Я был в Киеве в январе 2014 года. Всегда обо всем можно было договориться. Но тогда была договоренность у Януковича, которую подписали три с оппозицией. Подписали, в общем, три непоследних человека в Европе. Министр иностранных дел больше Франции и Германии. И наутро это все исчезло. Поэтому, знаете, все сложнее, чем нам кажется. Политика... Знаете, какой-то момент... Политика это сложная или политика это грязная? Нет. Я, знаете, всегда говорю, что нормальные люди, люди искусства особенно, хотят невозможного. А политика искусства возможного. Понимаете? И в какие-то моменты политика совпадает с нашими моральными ожиданиями. С моральными. Ну, это крайне редко. Да, но в большинстве случаев, к сожалению... Нет, это все не так. Когда вы говорили о феномене эстонского театра, вы сказали в одном из своих интервью, опять же, что если все плохо вокруг, то рождается театр, рождается драма. И вот, собственно говоря, есть феномен эстонского театра, есть феномен других малых театров. То есть, когда все хорошо, не рождается театр и драма? А, вы знаете, когда-то Василий Васильевич Розенов, такой парадоксальный русский философ, конца 19-го, начала 20-го века, сказал, в России всегда была великая литература и скверная жизнь. Это взаимосвязано. И я хотел бы, сказал он, чтобы жизнь стала великой, и тогда литература может отступить на второй план. Вот это не последнее дело, потому что, вы понимаете, мы все-таки жили в Советском Союзе, да и в Российской империи, в стране, где читать было интереснее, чем жить, понимаете? Мы открывали мир через искусство, через литературу. Это было пространство свободы определенной внутренней. Ну и пространство, в котором мы могли уходить в розовых очках, представлять себе что-то. Потом, потому что жизнь была совершенно иной. Я помню, вот, знаете, вот пример приведу. В 87-й год все-таки, боюсь соврать, 87-й или 88-й? 88-й, наверное. Когда впервые стали транслировать впрямую, в живьем, заседание Верховного Совета СССР. Да, в 88-м году. Да, и опустили все театры. Да, потому что все смотрели телевизор. И опустили все театры. Вечером люди садились у телевизора, и начиналась вот жизнь настоящая. Настоящая драма. Да, да, по-настоящему. Не выдумано. И в тот момент, когда жизнь берет сильный реванш у искусства, вот когда рухнул Советский Союз, и началась какая-то активная жизнь, мы начали куда-то ездить, что-то завертелось, закрутилось там и так далее, люди искусства были в некотором ошеломлении. А что делать сейчас? А что, а как? Сейчас все можно. Да, вот все можно. И вы как-то сказали, что свобода – это на самом деле трагедия. Ну, конечно, трагедия. Я помню, как меня позвонила моя приятница швейцарская, у меня была барышня одна знакомая, она мне позвонила и сказала, «Катастрофа!» Я говорю, «Чего?» Это был 87-й год, весна. Горбачев сказал, что вас отменили цензуру. Я говорю, «Ну, здорово же!» Она говорит, «Нет, русский театр закончился». Ну, а как же Европа, как же Запад живет с этой свободой? Как Япония живет с этой свободой? А вы знаете, я думаю, что есть одна очень серьезная такая проблема. Потому что для нас, постсоветских граждан, и для этого некая, всегда была такая душевная потребность. Простите, а ваши внуки будут уже совсем другими? Для них это будет? Наверное, другими. Потому что дети же родились еще тогда? Нет, дети у меня советские абсолютно. А старшему сыну 48 лет будет. То есть, а внуки уже будут? А внуки будут другими. И, понимаете, это была душевная потребность. Это была душевная необходимость. Чтобы тебя запретили, прикрыли, закрыли. Нет, чтобы ты пришел в театр, который... А, мы говорим про театр, да. А сегодня это... Вседозволенность? Интертеймент. Сегодня это как бы индустрия. Да. Понимаете? И когда... Ну, вы же с удовольствием занимаетесь этой индустрией. Московский театр, мюзикл. Пригласяете людей из Канады. Ставите прекрасные спектакли. Ну, я вам хочу только одно сказать. Знаете, спасибо за слово «прекрасное». Я хочу сказать только одно. Я занимаюсь простой еще не вещью. Я пытаюсь людям рассказать, что они хороши. Вот я занимаюсь только одним. Вот я считаю, что людям слишком много говорят, что они дерьмо. И это плохо. Я всегда говорил, что вот кавказские тосты, они являются высшим таким образцом искусства. Когда людям говорят, ты горный орел, ты красавец, ты потрясающий. И люди становятся, стараются тянуться. Даже если он метр пятьдесят и с большим пузом. На пятнадцать минут. На пятнадцать минут он хочет себя так чувствовать. И когда к нам приходят люди, я им то же самое говорю. Ребята, вы должны понять, что жизнь вообще лучше. И она единственная. Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. Другое нет. Я понимаю, что сегодня говорить в Армении, что жизнь прекрасна, может быть, это кажется кому-то кощунством. Но мне кажется, что это надо понимать для того, чтобы потом сделать правильный вывод и найти правильное решение. Понимаете? Потому что я всегда говорю студентам одну вещь. Я говорю, ребята, нет у жизни черновика. Вы все время пишете «Беловик». В этом вся... Нельзя переписать. В этом вся трагедия вообще нашей жизни, когда говорят, что вы свободны. И в этом все прекрасное нашей жизни. Потому что каждая секунда драгоценность, которую тебе дали. Это звучит, повторяю, это может быть звучит как старый дурак уже, так сказать, прекраснодушный. Нет. Нет. Я думаю, что этим искусство занимается на самом деле. Оно делает... Знаете, когда-то Роберт Музиль сказал, такой гений австрийский литературный, он сказал, когда меня спрашивают, а что остается после искусства? Я говорю, оставимся мы, изменившиеся. Оно тоже изменяет вот на чуть-чуть, да? Потом все забывается, и человек превращается, может превратиться в скота. Но, потому что играть в газовые камеры под музыку Бетховена, понимаете, или Моцарта. Вагнера. Вагнера. Вагнеру это уж совсем, так сказать, вы берете. А я говорю, что под Бетховена тоже, и под Моцарта тоже. Не играли только Мендельсон, большие евреи. Да. Понимаете, ну, вышло так у него, неосторожно. Поэтому все равно людям надо, по-другому ничего не получится. Не получится. Я не идиот, я прекрасно понимаю, что мы с этого начинали, что культура не спасет мира, искусство не спасет мир. Но... Но оно может сделать лучше. Чуть-чуть изменить человека и сделать его лучше, наверное, все-таки оно может. А иначе зачем, если ты в это не веришь, а иначе зачем жить? Сказал бы я. Прекрасно. И перед тем, как закончить, предпоследняя реплика. Что сегодня, по вашему мнению, или ваше личное мнение, что Армения для России сегодня? И что Россия для Армении сегодня? Ну, я бы так сказал. Ну, Армения для России всегда такой духовный и душевный друг. Я помню, как предшествующий католикос общался с Алексеем Вторым. И вот эта духовная близость двух патриархов, она свидетельствует о духовной близости двух народов. И Армения, конечно, для России это, с одной стороны, всегда великая радость, как писал когда-то Битов Андрей. И, конечно, всегда боль, когда с Арменией случается трагедия. И в этом смысле важно понимать, что Россия всегда друг. Вот я знаю, что сегодня в Армении разные есть суждения по поводу случившейся войны. Но поверьте, что Россия всегда друг. Потому что для нас армянская государственность, сохранение армянского народа, сохранение армянской государственности, это и наша внутренняя такая, ну, боль, хотите, это наша внутренняя потребность, обязанность, как хотите. Это не просто, я говорю сейчас, не на уровне государственной только. Потому что, вы поймите, в Армении, в России живет, ну, уж полтора миллиона армян точно. Ну, около двух, я думаю, да. Для нас это часть, и очень заметная часть общества. И деятели культуры, и деятели науки, и строители, ну, и так далее, и так далее. Поэтому я хочу вам сказать, что это для нас, есть слова формальные, которые я могу сказать, стратегический партнер. Но это не только, это такая внутренняя душевная связь. Знаете, у меня было несколько таких, я дружу очень с Арманом Самбатяновым, все знают, но мы вспоминали с ним как раз вчера, когда я приехал в самое тяжелое время, это начало девяностых, ну, вот такое вот время, начало девяностых, и мы сидели, выпивали с Грантом и Тавасяном, и рассуждали о будущем. Я этого в жизни никогда не забуду. Знаете, я казался... О будущем вообще? О будущем Армении, о будущем России. Это было время, когда еще все было настолько необычное и неопределенно. Он был мудрец, совершенно фантастический. Ну, конечно, человек, который написал, мы и наши городе мопуси, не мудрецом. Понимаете? Ну, как? Еще раз повторю, то, что я сейчас говорю, это не значит, что, если я приеду в Баку, у меня там тоже очень много близких людей, близких, действительно. И это не вопрос политики, это вопрос моей жизни. Так сложилось с моей жизнью. Я счастливый человек в этом смысле. Понимаете? Когда в крови моего внука есть помимо русской, еврейской, есть армянская, азербайджанская кровь, это совсем неплохо. Понимаете? И я не могу не быть в этом смысле миротворцем, вы поймите меня. Потому что передо мной этот мальчик, который, ну как? Сам бог велен, да. Ну, раз мы друзья, то, в общем-то, вы не можете уйти без подарка. И я знаю, что... Ой-ой. Ой-ой. Есть такая история. Опять же, я услышал из вашего интервью, что папа вам всегда говорил, Миша, ты много пьешь. Да-да. Это прекрасная водка. Брэнди Абрикосовый. Ой, дай вам бог здоровья. Это любимый напиток. Увезете и будете нас вспоминать. Ну, я вас буду вспоминать даже без этого замечательного. С этим еще лучше. Вот. Производит наш большой друг. Здесь, в Армении, это все ручное производство. Так что, наслаждайтесь. Спасибо огромное. По законам жанра, я должен сказать, а теперь давайте мы откроем и выпьем. Выпьем мы там, у нас есть, да. А это вы повезете с собой в Москву. Шнора-Кулуцин. Шнора-Кулуцин. Было очень приятно, Михаил Ефимович, и когда вас еще тогда, когда вы были министром культуры, называли самым человечным человеком в правительстве. Это привлечение. Абсолютно. И финальное. Я как большой любитель спорта. Скажите, Паша, что такое для вас спорт и футбольный клуб, если есть любимый? Ой, я болею за... У нас... У меня сын фанат Спартака. Московский Спартак. Ну, опять без армян не обошлось. Да, конечно. Я был знаком, конечно, с Катей Симоняновичем. Ну, Никита Павлович, да. Да. Значит, я болею за «Торпедо». Это команда, которая... Это команда моего детства. Которая сейчас не играет в высшие лиги, к сожалению. Которая не играет в высшие лиги. И это большая боль. Много лет. Но это команда, которую я полюбил, когда мне было 8 лет. И это была великая команда. Автозавод. Спасибо большое за интервью. Всего хорошего. Удачи, успехов, счастья, здоровья. Ну, и чтобы всегда были хорошие поводы приезжать в разные страны. Я надеюсь, что у Армении хорошее и будет прекрасное будущее. Я в этом уверен. Спасибо. Спасибо большое. Радио Ванн. Радио на все время. Спасибо.